Эволюция змей остается одной из самых удивительных загадок нашей планеты. Первые змеи появились целых 130 миллионов лет назад. И с тех пор они продолжают восхищать и удивлять нас своими особенностями и адаптациями. Змеи отличаются от других рептилий особым строением тела. Они лишены конечностей, а их тело имеет длинную и гибкую форму, позволяющую им проникать в самые узкие уголки и ползать по различным поверхностям. Безусловно, такая анатомия стала результатом многомиллионной эволюции, но механизмы, которые привели ее к таким изменениям, до сих пор остаются загадкой. Останки змей всегда вызывали трудности в их изучении. Большинство змей – это маленькие и относительно хрупкие существа, а значит, что останки их тела часто оказываются неполными и разрозненными. Это создает сложности для понимания их эволюционного происхождения. Однако, современные исследования генетики и палеонтологии позволяют нам приблизиться к разгадке этой эволюции. Сегодня преобладает точка зрения, что змеи произошли от некой наземной ящерицы раннего мелового периода. Одними из наиболее вероятных предков змей считаются ворониды – группа ящериц, которые включают в себя крупнейших современных представителей ящериц – вораны. Это величественные и мощные существа, которые достигают внушительных размеров и являются одними из вершителей пищевой цепи в своих экосистемах. Интересно отметить, что доисторические змеи, возможно, были близкими родственниками гигантского доисторического ворана – мегалании. Мегалания была огромной ящерицей, длина которой от головы до хвоста составляла около 8 метров, а вес превышал 2 тонны. Это одно из самых крупных сухопутных присмыкающихся, когда-либо живших на Земле. И хотя о скорости эволюции змей таких гигантских размеров мы можем лишь гадать, ископаемые свидетельства указывают на то, что такие животные действительно существовали. Сказать, что эволюция змей загадочна, значит ничего не сказать. Несмотря на то, что мы уже многое знаем о происхождении и развитии этих удивительных созданий, множество вопросов остаётся без ответа. Однако, благодаря постоянным исследованиям и новым находкам, мы надеемся в ближайшем будущем раскрыть больше тайн этой удивительной эволюционной истории. До недавнего времени, самой большой доисторической змеёй в мире палеонтологии считался гигантофис. Это удивительное создание достигало длины около 10 метров от головы до хвоста и весило не меньше полутонны. По своей классификации, гигантофис относился к группе мацоидных змей, что свидетельствует о его тесной связи широко распространённым родом мацоя. Тетроподофис Эта змея была жителем мелового периода, примерно 110 миллионов лет назад, и её останки были обнаружены в бразильской формации крата, богатой окаменелостями. Тетроподофис был крошечным существом, всего 20 сантиметров длиной, и он обитал на берегу солёного озера среди густых зарослей суккулентов и других засухоустойчивых растений. Его диета, вероятно, состояла из мелких земноводных и ящериц, которые прятались среди растений, укрываясь от динозавров и птерозавров, которые жили в изобилии в этом районе. Удивительно, что останки последней трапесы тетроподофиса, саламандры, сохранились между костями его скелета в месте, где находился кишечник при жизни. Это даёт нам интересное представление о его пищевом предпочтении и его роли в экосистеме. Тело тетроподофиса имело несколько адаптаций к роющему образу жизни, что говорит о его способности к жизни в земле. Однако, далихозавриды, к которым относился тетроподофис, также имели адаптации к плаванию. Это подчеркивает уникальность и разнообразие эволюции змей и их способность приспосабливаться к различным средам и образам жизни. История эволюции змей и их разнообразия до сих пор вызывает восхищение и интерес у учёных. Каждое новое открытие приближает нас к пониманию этих удивительных и загадочных существ. Но остаются ещё множество вопросов, ожидающих своего ответа. Пахерахис является идеальной промежуточной формой между ящерицами и змеями. Эти древние рептилии обладали исключительно змейным телом, в комплекте с чешуёй, головой, как у питона, и парой рудиментарных задних конечностей, расположенных в нескольких сантиметрах от конца хвоста. Пахерахисы жили 120 миллионов лет назад и были размером около 1 метра и весом меньше килограмма. Хаасиафис Некоторые палеонтологи считают, что Хаасиафис состоял в родстве с более древними змеями из рода Пахерахис, но большая часть доказательств помещает этих змей в отдельный род. Хаасиафис – вымерший род змей с сохранившимися задними конечностями. Представлен одним известным видом – Хаасиафис террасанктус. Его останки были найдены в Палестине. Это один из трёх родов змей из синаманского яруса, обладающих задними конечностями. Род был назван в честь покойного палеонтолога Георга Хааса, который впервые начал работать над окаменелостями из Айн-Яврут и перед смертью начал описание рода. Плюс греческое слово – Афис, обозначающее змею. Видовое имя – террасанктус, означает «святая земля». Змея был размером около метра и имела 75 зубов. Хаасиафис жил 100 миллионов лет назад и был очень зубастой змеей. Мацоя – вымерший вид доисторических змей, появившийся на Земле примерно 90 миллионов лет назад и вымерший 2 миллиона лет назад. Эти рептилии жили в меловом и плейстоценовом периодах. Останки этих существ впервые были обнаружены в 30-х годах прошлого столетия в Аргентине. Вид был назван Джорджем Гейлордом Симпсоном в 1933 году. Теперь поговорим о другой змее по имени Наджаж Рианегрина. Эта рептилия обитала в лесистых районах Южной Америки. Своё общее название змея получила в честь легендарного змея из библейской картины, который искушал Адаму и Еву вкусить запретный плод. Наджаж жил в Патагонии около 90 миллионов лет назад. Анатомия патагонской змеи ясно указывает на то, что она жила в норах. Она имела пару маленьких ног, в основном передвигаясь по Земле, как современные змеи. Сторонники водного происхождения змей утверждают, что их предками были мозазавры. Они представили теорию, что змеи стали развиваться в Юрском периоде, примерно 150 миллионов лет назад. Однако в настоящее время науке не хватает каких-либо документальных доказательств, подтверждающих это утверждение. В раннем меловом периоде змеи разделились на несколько групп, включая наземных змей, таких как Наджаж, а также водных змей. Не исключено, что разные формы змей независимо и параллельно лишились конечностей. В настоящее время маятник качнулся в сторону наземного происхождения змей. Но имеющихся окаменелостей явно недостаточно, чтобы прийти к окончательному выводу. Однако открытие в Патагонии бросит вызов сторонникам морской гипотезы и простимулирует дальнейшие исследования в этой области. Санаех Это существо обитало 70 миллионов лет назад на территории современной Индии. Санаех значительно уступал по размерам самой большой в мире доисторической змея. Но это единственный вид, который с большей уверенностью охотился на динозавров. В основном на детенышей и на мелкие виды динозавров. Титана Буа Это самая большая доисторическая змея в мире, которая когда-либо жила на нашей планете. Эта змея-гигант достигала 15 метров в длину и весила около одной тонны. Единственная причина, почему Титана Буа не охотилась на динозавров, заключается в том, что этот великан появился через несколько миллионов лет после гибели королей мелового периода. Южноамериканский Титана Буа, длина которых превышала 15 метров, а вес, предположительно, достигал одной тонны. Как ни странно, Титана Буа относится к эпохе среднего палеоцена, примерно через 5 миллионов лет после того, как вымерли динозавры. Но за миллионы лет до того, как млекопитающие развились до гигантских размеров. Единственный логичный вывод заключается в том, что эта доисторическая змея охотилась на таких же огромных доисторических крокодилов. Сценарий которой вы можете увидеть в компьютерной симуляции в каком-нибудь будущем выпуске. Возможно, также пути этой змеи иногда пересекались с такой же гигантской доисторической черепахой Карбонимис. Саноех Индикус был видом доисторической змеи, который обитал в Индии около 70 миллионов лет назад. В отличие от своего более крупного родственника Титана Буа, Саноех был меньшего размера, но считается единственным видом змей, который с большей уверенностью охотился на динозавров. Основной добычей для Саноеха были детеныши динозавров и мелкие виды доисторических существ. Появление Титана Буа пришлось на эпоху Среднего Палеоцена, когда уже не было динозавров, но еще не было развития гигантских млекопитающих. Эти интересные существа представляют удивительный образец разнообразия и размеров, которые существовали в доисторическом мире. Ванамби Это крупная змея-душитель, которая обитала в Австралии около 40 тысяч лет назад. Она предпочитала жить вблизи источников воды, где охотилась на кенгуру, валаби и других животных, приходивших пить. Аборигены запрещали своим детям играть в этих местах из-за опасности, которую представляла Ванамби. Описание Ванамби основано на окаменелостях, найденных в Южной Австралии. Это первая известная вымершая змея, обнаруженная в Австралии. Ее название происходит от местных аборигенов и означает «радужная змея», поскольку она упоминалась в мифологии как таковая. Около 10 лет назад палеонтологи с помощью новейших технологий обнаружили змею с задними ногами, в отложениях, возраст которых составлял 95 миллионов лет. Это открытие позволило установить предка змей и разгадать загадку эволюционного процесса потери ног у этих рептилий. Окаменелости, принадлежащие змее Ел-Падофис, были найдены в 2000 году в ливанской деревушке Аль-Намура. Размеры этой рептилии составляли около 50 сантиметров в длину. Обнаруженные останки были переданы в Парижский музей естественной истории для дальнейших исследований. Так как обе ноги у этой змеи были одинаково развиты, можно сделать вывод, что отсутствие частей конечности не было результатом травмы или пороков развития, а свидетельствует о начале уменьшения лап у предков змей. Это интересное открытие помогло расширить наши знания о процессе эволюции и адаптации рептилий. В настоящее время существует только три ископаемых змеи, сохранившимися задними конечностями и утраченными передними. Их относят к трем разным группам. Это Хаосиофис, Пачаофис и Евпадофис. Из-за каких-то генетических изменений лапы не успевали полностью сформироваться в эмбриональном периоде. Вот змеи появлялись на свет с немножко недоделанными ногами. Существовали два мутационных гена, которые отвечали за развитие конечностей. В итоге эти два гена исчезли и развитие лап у древних змей прекратилось. Все известные змеи – хищники. Питаются змеи разнообразными животными, в том числе морскими обитателями – позвоночными и беспозвоночными. Существуют виды змей, которые специализируются на поедании определенного вида добычи. То есть стенофаги. Например, глянцевый рачий уш питается почти исключительно речными раками. А африканские яичные змеи – только яйцами птиц. Неядовитые змеи заглатывают добычу живьем, например, ужи. Либо предварительно умертвляют ее, сжимая челюстями и придавливая телом к земле. Или удушая в кольцах тело. Ядовитые змеи убивают добычу, вводя ее тело яд при помощи специализированных ядопроводящих зубов. Змей, как правило, заглатывают добычу целиком. Механизм заглатывания состоит в попеременном движении правой и левой половинами нижней челюсти. Змея как бы натягивает себя на добычу. Некоторые виды змей питаются другими змеями. Например, королевские кобры. Предки змей ввели роющий образ жизни. Поэтому длинное тело было необходимо для того, чтобы легче протискиваться сквозь грунт. Также, в связи с этим, они постепенно лишились наружных отверстий ушей, чтобы земля не забивалась. А также лишились конечностей и подвижных век, потому что под землей в них нет надобности. Во влажной почве глаза не высыхают. А взамен змей приобрели прозрачную пленку, образованную из сросшихся век, защищающую глаза. Поэтому и кажется, что змея нас гипнотизирует. И нам кажется, взгляд у нее неподвижен. Довольно долго предками змей считались ящерицы из группы варанов. Эти ящерицы, как и змеи, имеют длинный и подвижный язык, дополнительное подвижное сочленение ветвей нижней челюсти, а также схожее со змеями строение позвонков. Кроме того, обитающие в Индонезии безухие вараны, как это видно из их названия, так же, как и змеи, лишены наружных ушных отверстий. Тем не менее, детали строения черепов варанов и змей сильно отличаются. А кроме того, молекулярный анализ ДНК показывает, что обе эти группы весьма далеки друг от друга. Также против этой версии свидетельствует еще и то, что среди варанов нет представителей ведущих полностью подземный образ жизни. А вот с другой группой современных ящериц, называемых гекконами, у змей куда больше общих черт строения. В частности, черепа змей и гекконов полностью лишены височных дуг и имеют подвижное сочленение костей нижней челюсти. Веки у многих гекконов, так же, как и у змей, срослись и образовали прозрачную внешнюю оболочку глаза. И, наконец, среди этих ящериц есть те, кто ведет роющий образ жизни. Наиболее характерными здесь являются представители подсемейства чешуя ногов. Эти представители, обитающие в Австралии и на Новой Гвинеи, обладают змееобразным вытянутым туловищем и по внешнему виду чрезвычайно напоминают змей. Это сходство подчеркивается также отсутствием передних и значительной редукцией задних конечностей, имеющих обычно вид коротких, оканчивающихся иногда когтями чешуйчатых выростов, а также отсутствием наружных отверстий ушей. Конечно, вряд ли именно чешуи ноги были прямыми предками змей, однако, судя по всему, это одни из их самых близких родственников. Кроме того, данные молекулярных исследований также говорят о том, что по строению ДНК самыми близкими родственниками змей являются именно гекконы. Согласно этим данным, гекконы и змеи отделились от прочих чешуйчатых 180 миллионов лет назад, а разделение этих групп произошло чуть позже, примерно 165 миллионов лет назад, то есть примерно тогда, когда, согласно данным палеонтологов, эта группа и возникла. Так что и тут все сходится. Итак, новая методика исследований помогла ученым заполнить пробел в истории присмыкающихся и решить одну из самых интригующих загадок эволюции. Надобно заметить, что палеонтологи вообще возлагают на эту методику большие надежды. Она позволяет получить снимки с разрешением в несколько микрон, в тысячу раз меньше, чем дает больничный томограф. А для получения трехмерного изображения ископаемые кости нужно всего лишь повернуть на небольшой угол и снять при этом несколько тысяч двумерных изображений до тех пор, пока не будет произведен полный оборот на 360 градусов. Из этих снимков после и составляют с помощью специальной компьютерной программы 3D-изображения, показывающая не только поверхностную, но и внутреннюю структуру костей. Так что, возможно, в ближайшем будущем данная методика исследований поможет решить и другие эволюционные загадки. И многие пробелы в истории различных групп животных окажутся заполненными. Спасибо, что посмотрели наш выпуск до конца. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. А также жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски от канала Реальное Нереальное.